15 февраля международный день борьбы с детской онкологией. Это заболевание порой успешно кроется за другими. Не пропустить болезнь и начать лечение своевременно, пожалуй, основная цель появления этого дня в календаре. Сегодня мы поговорим о том, как сейчас обстоят дела с детской онкозаболеваемостью в Алтайском крае и новых методах лечения с Александром Румянцевым, заведующим отделением Краевого центра охраны материнства и детства, детским онкологом, кандидатом медицинских наук. Александр Александрович, на прошлой неделе появилась информация о том, что детских онкологов в Алтайском крае стало больше и все равно их не хватает. Вот на сегодняшний день в цифрах каково соотношение врач-пациент? На самом деле потребность, так скажем, в специалистов детских онкологов для Края. Как она рассчитывается? Рассчитывается она не очень сложно на самом деле. Одна ставка доктора на 100 тысяч детского населения. Это имеется в виду амбулаторная помощь. В стационарах круглосуточных такая же ставка рассчитывается от коек в отделении. У нас отделение на 30 коек. Ну и соответственно один доктор на ставку ведет 6 пациентов. Это 5 врачей. Ну и плюс ставка освобожденного заведующего. 6 врачей. В Крае примерно 600 тысяч детского населения, то есть 6 человек для амбулаторной помощи. Отсюда не очень хитрый вывод. 13 человек. А я забыл упомянуть в дневной стационар. То же самое, это очень необходимая служба. У нас один доктор в дневном стационаре. Ну, пока вроде бы как хватает. То есть смотрите, это уже будет тогда, сколько мы насчитали с вами? 14 детских онкологов. Получается, вы сказали, вам хватает или все-таки нет? На одной ставке врача детского онколога для стационара. Нам хватает. А всего врачей детских онкологов, гематологов должно быть 14. Понятно. В Алтайском Крае. И что с этим делать? Ждать, когда придут новые доктора, захотят заниматься нашей непростой специальностью. В чем все-таки специфика детской онкологии? Чем она отличается от взрослой? Если у взрослого населения на первом месте мы говорим о раке, то есть об эпителиальных опухолях, о несобирательном понятии злокачественного новообразования, то у детей на первом месте так называемые гемобластозы. Это лейкозы, то, что называют рак крови иногда или белокровие, и злокачественные лимфомы. Так вот, вот этих заболеваний у детей половина, в отличие от взрослых. Ну и, соответственно, среди солидных опухолей, опять же, превалируют не раки, а эмбриональные опухоли и саркомы. Какими видами рака чаще всего болеют именно дети? Самый частый детский в кавычках рак – это лейкоз. Далее по чистоте – это опухоли центральной нервной системы. Далее злокачественные лимфомы, лимфомы Ходжкина, не Ходжкина. И по нисходящей эмбриональной опухоли – это опухолей всех. Но на первом месте 30% – это лейкоз, конечно. А это вот специфика алтайского края или вообще по России? Ну нет, это мировая. Это даже не Россия, вообще мировая статистика. Детские опухоли – это другие опухоли. Это не опухоли взрослых. А с чем это связано у детей? С особенностями строения организма и с тем, что на сейчас очень много исследований, в частности в детской, да и во взрослой онкологии, идет в области молекулярной генетики. И находим мы все больше и больше поломок генетических. Поэтому, наверное, теория развития опухоли в очередной раз будет претерпевать изменения. Это не только вирусная теория. Генетическая она тоже была, но генетическая на первое место выдвигается. С частью поломок мы еще как бы не совсем понимаем, что с ними делать, что они вообще привносят в течение этого заболевания. Ухудшают ли они прогноз, улучшают? Ну как бы это дело будущего. Наверняка год от года появляются какие-то новые методы лечения, если они действительно появляются настолько часто. Какие сейчас вы используете в своей работе? И вот в частности про новые методы мы как раз заговорили. Это новый протокол, международный, европейский протокол лечения лимфомы Ходжкина. То, что раньше называлось лимфогрануломатозом у нас. И как раз вот этот протокол предполагает использование вот этой методики ПЭТ-КТ. Для чего? Это критерий оценки эффективности терапии. И соответственно в некоторых случаях при начальных стадиях эта методика позволяет провести два курса, допустим, химиотерапии вместо четырех или шести. И на этом закончить лечение без лучевой терапии. Либо же, если есть остаточная активность опухоли, провести лучевую терапию. К чему это все? Это снижает токсичность проводимых схем лечения. Мы же с вами четко понимаем, что химиотерапия далеко не витамины, не живая вода. Это весьма токсичное лечение, точно так же, как и лучевая терапия. Поэтому то, что мы достигли современными протоколами высокого излечения, порядка 95-97% детей с лимфомой Ходжкина выходит в ремиссию. Это очень хорошо. Но когда дети стали выживать, выживать длительно, стали задумываться о качестве жизни. И некоторые препараты оказались весьма токсичны. Поэтому вот эти новые протоколы, они направлены не на улучшение результатов, результаты и так прекрасны, а на снижение токсичности проводимой химиотерапии. Чтобы не было отдаленных последствий, таких как, например, лучевая терапия на зону средостения, в дальнейшем риск рака щитовидной железы, допустим. Для девочек рак молочной железы. Да, это там годы, даже может быть десятилетия, но тем не менее мы говорим о детях, а дети когда-то станут взрослыми. И то есть над ними, как дамоклов меч, вот это все будет висеть. Много ли детей, которым необходима помощь, например, за границей или в федеральных центрах? Про за границу без комментариев. Мы не направляем лечиться за границу. Сами за границу, это наличие возможностей у людей. Да почему? Были бы возможности, за деньги можно попасть хоть куда. Есть ли необходимость? Вот в чем вопрос. Значит, если в России нет возможности проведения какого-то метода лечения, то федеральный центр, в частности центр Димы Рогачева, определяет возможность лечения в зарубежных клиниках. В частности, у них центры-партнеры это в Германии, два центра. И в Соединенных Штатах давно и плотно сотрудничаем клиника Сен-Джут. Она, в общем-то, ведущая клиника детской онкологии. Но Вы сказали о том, что сейчас реже стали отправлять в федеральные центры, да? Благодаря вот этой новой методике или... Да, количество пациентов, наверное, примерно такое же. Просто стараемся отправлять пациентов для проведения интенсивной высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией. Это, в частности, пронейробластомы. И новое, но не у нас это внедрено, а в России, иммунотерапия. И не в прошлом году, как бы, на уже несколько лет. Это препараты, которые не зарегистрированы в России, но, тем не менее, при поддержке нашего правительства и Минздрава московских, эти препараты закупаются и используются для нейробластомы, в частности. И улучшилась продолжительность жизни для пациентов с крайне плохим прогнозом. Группа высокого риска, там, где выживаемость была 10%, ну, сейчас порядка 30%, там даже больше есть статьи процентов выживаемость длительная. Это хорошо. И самое главное, у тех пациентов, у кого был плохой молекулярно-генетический прогноз, вот эта иммунотерапия позволяет улучшить продолжительность жизни. Насколько? Пока говорить рано. Ну, во всяком случае, там, 2-3-5 лет есть описание. Год от года статистика по заболеваемости детской онкологии, она меняется? Больше ли сейчас детей болеет или все-таки меньше? На деле надо проводить лет за 20 исследования. Такое мы проводили исследование. Ну, получилось, да, количество детей с онкопатологией у нас увеличилось. С чем это может быть связано? Все-таки 20 лет назад. Может быть, мы стали лучше их диагностировать раньше? Может быть, мы стали их все-таки... Да не может быть, а мы стали их активно лечить в Алтайском крае? Да, потому что там 30 лет назад солидные опухоли для химиотерапии направлялись кто в Кемерово, кто еще куда-то. Здесь не проводилась такая терапия. Но сейчас мы, в принципе, можем проводить любую химиотерапию, которая возможна. Мы готовы к этому, и возможности есть. Единственная химиотерапия, которую мы не проводим, но она и не нужна, та, которая проводится перед трансплантацией. Потому что трансплантацию мы не будем проводить в Алтайском крае. Как раз из-за количества. Ну, что такое 5-6. Когда международные работы говорят о том, чтобы качественно проводилась трансплантация, центр должен проводить трансплантацию в год порядка 30. То есть на нашем уровне вообще, наверное, нереально делают? Может быть, какой-то Сибирский. Такие ходят разговоры, что центр Сибирский, сделал Красноярск. Но пока что я не знаю, насколько результаты. В общем-то, есть центр неплохой трансплантации в Екатеринбурге. У них очень сильная лаборатория и школа сильная. Ну и основной – это, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Там несколько институтов, которые проводят трансплантации детям. Если мы говорим о раннем выявлении онкозаболевания у детей, насколько это действительно важно? И вот, например, родители, как они могут определить, что у ребенка такое-то онкозаболевание? То есть по каким признакам они могут понять, что с ребенком что-то не так, и обратиться уже к врачу? Хоть дети, хоть взрослые, но мы четко понимаем, либо опухоль диагностирована на первой стадии, либо она диагностирована на четвертой стадии, она распространенная. Да, у детей лечим мы четвертые стадии, и результаты есть. Но результаты в сравнении, допустим, первая стадия 90% из лечения, и четвертая стадия 30%. Это же глобальная разница. Что необходимо родителям? Ну, первое. Любые, наверное, изменения в состоянии ребенка. В нормальном состоянии ребенка. Ребенок был активный, ребенок бегал, прыгал, вдруг он стал вялый, вдруг у него беспричинно заболела голова, вдруг у него появилась тошнота, рвота, вдруг у него появилась шаткость походки. Это признаки опухоли головного мозга, но их очень много таких признаков. Поэтому есть врач, педиатр, и, в принципе, первичную заподозрить опухоль должен любой, врач любой специальности педиатрической, как педиатр поликлиники, так и врачи узких специальностей, неврологи, да хоть кто, в принципе. Если же эта опухоль локализуется в брюшной полости, то, как правило, это увеличение размеров живота, и самое главное, это наличие какого-то образования в животе, плотного. Не должно быть ничего в животе, живот должен быть мягкий. Что может насторожить? Кашель. Длительный, неинтенсивный, непроходящий, а дышка может быть какая-то. Ну, то есть, все равно изменения какие-то в состоянии ребенка. Лейкоз – это бледность, появление синячков, например, но тоже картина очень вариабельна. И самое главное – это изменения в анализе крови. В случае же заболевания, если нетипично как-то протекает заболевание, то есть, наша респираторная любая инфекция, но как-то она не так, но это врач будет назначать, протекает, то назначается анализ крови-мочи. Как-то необъяснимое может быть лихорадка, но не так ребенок болеет, нет у него ничего такого, чтобы была температура. Она есть, значит, анализ крови-мочи. Там не только онкология может быть, но там могут быть и другие заболевания воспалительные. Большое спасибо.